Автор неизвестен. На днях попалась мне в эфире программа Матвея Гонопольского, корифея журналистики. Озвучу. Заберите у русских слова, чтобы они перестали лгать, чтобы на дважды два не кричали истошно пять. Хватает у них ракет, думать не нужно, пли. Слова не нужны безумцам с мышлением на уровне тли. Заберите у русских слова. Их слово давно не Бог. Бога у русских нет. Иначе б он их сберег. От глупости, страха, войны. От желания умирать. Забери Бог у русских слова, чтобы они перестали стрелять. Миллионы людей, как чертей. Плесень, песок, пыль. Категории их людей. Пишут русскую новую быль. Два месяца я не выходил в эфир своего личного проекта пророческой журналистики Махненко Вью. Не потому, что мне нечего сказать, во многом даже наоборот. Мой авторский блог замолчал по иным причинам. Первая из которых, скорее всего, похоже на то, что описывал пророк Иеремия 27 столетий тому назад. Ибо лишь только я начну говорить, сказанного у Иеремии, кричу о насилии, вопию о разорении. Потому что за слово Господне, которое я несу, в ответ мне лишь оскорбления и насмешки. Я сам себе порой говорю, продолжал этот же пророк, второй из четырех великих ветхозаветных пророков, забуду Господа, не буду больше говорить от имени Его. Но как огонь меня сжигает изнутри Божья весть, Божье послание. Огонь в моих костях. И я устал, пытаясь весть Господню хранить внутри себя. Я не могу удержать ее в себе. Мои попытки замолчать в прошедшие два месяца, перестать кричать о насилии, разорении, о преступлениях, творимых нечестивцами, в том числе религиозными нечестивцами, именующими себя зачастую пасторами и епископами. Мои попытки что-то поменять в душах, мозгах, в поведении таковых, порой шокируют своей, как иногда кажется, совершенно бесплодностью. Но ровно так же казалось и Иеремии, и другим пророкам. В ответ на мои крики, вместо ожидаемого раскаяния, изменений каких-то, в ответ несутся оскорбления, насмешки, издевки. В общем, вечная неблагодарная роль пророка. Но пророк Иеремия ошибался, и Господь его молчание, его попытку молчания все-таки победил в нем. Иеремия ошибался, его крик работал. Кого-то он доставал даже с учетом очень слабых, в отличие от нашего века, очень слабых коммуникаций тех времен. Он, впрочем, достает голос Иеремии, достает нас даже сейчас, спустя два с половиной тысячелетия. Пророческий голос, даже когда он выглядит, как крик вопиющего в пустыне, тщетно не возвращается. Он исполняет свои функции и приносит, пусть даже не быстро, чаще всего не быстро, но приносит не всегда очевидные в текущем моменте, приносит все-таки свои плоды. Так что моя попытка, как и пророка Иеремии, когда-то, вы уж простите за столь дерзкое сравнение, моя попытка замолчать, просто делать свое дело и помалковать, сыпив зубы, она не работает. То, что называется пророческий огонь, сжигает меня изнутри, я просто не могу молчать, лопну. Как говорил классик сатиры, писать и писать надо тогда, когда уже совсем не можешь. Вот это, пожалуй, мое состояние, я просто не могу молчать, смотря на то, что творится вокруг меня. Так что моя попытка закрываться в себе, оставлять свои рефлексии внутри сердца, внутри черепа, внутри круга чрезвычайно уставших, в общем-то, как и я, фронтовых друзей, надо признать, эта попытка провалилась. Возможно, она бы и сработала, если бы небо, услышав вышеозвученный стих, такую молитву в стихотворном изложении, у русских забрало слова. Их слово давно не Бог. Но, увы, они же там за поребриком не молчат. Ну, значит, точно не могу, не имею права молчать и я. По одной причине, Бог все еще Бог, Бог здесь, и он не молчит. Короче говоря, проект пророческой журналистики Махненко-Вью восстанавливает свою регулярную работу и будет выходить как минимум в еженедельном режиме до тех пор, пока либо расистский карфаген не будет разрушен, либо до тех пор, пока я не сложу голову в своей войне с этим сатанизмом в чистом виде, именуемом расшизмом. Уже закрепился этот термин в научном языке, в историческом, социологическом языке. Об этом будут написаны огромные тома. Я понимаю, что для моих врагов мое возвращение в прямые эфиры – это плохая новость. Они-то были, было, обрадовались, что я затих. Но, простите меня, любимые мои вороги, не могу молчать. Так что ловите. И непременно помните, что мой гнев на вас и ваше деяние – это всего лишь продолжение моей искренней, глубокой, братской любви. Гнев Божий, господа, коренится и вырастает из божественной любви. Справедливо заметил один из современных богословов. Я совершенно с этим согласен. Прошу это учесть всех тех, кому мои эфиры кажутся жестковатыми, не очень любвеобильными. За стадией любви, в случае, если она отвергнута людьми, непременно приходит фаза гнева. И очень многие мои оппоненты вот в этой стадии находятся. Любя их, я просто обязан не давать им покоя, так сказать, состыковывать фазы. Синхронизировать свои эмоции сердцем неба. Помните, у Аллы Пугачевой была песенка первоклассника про загадочный синхрофразотрон. «Не бываю я нигде, не дышу озоном, занимаюсь на труде синхрофразотроном». Пела тогда еще совсем юная красавица во времена моего детства на песне «1978». Синхрофразотрон – загадочное слово из детства, символ чего-то непонятного, сложного, неудобовразумительного, как говорил апостол Павел. Этому даже посвящено забавное детское старенькое стихотворение, где сынок, пробравшись к папе в кабинет, разбирает тот самый синхрофразотрон, а потом собирает его вновь, но получается то синхрофазонтор, то синхрофронотаз и даже синтрофазонхру. Для меня синхронизация моих оценок, моих парадигм, моего креда, моих эмоций с сердцем неба – это одна из аллегорий христианства, когда-то я так назвал одной из своих проповедей. «Когда небо ликует, мое сердце должно радоваться, когда оно гневается, я обязан красными буквами, крупным шрифтом, обязан гневаться. Когда небо плачет, как поется в одной замечательной песне про войну, слезами должна умываться моя душа. Вот такой себе небесный синхрофазотрон представляется мне разумным концептом для поддержки здоровья души. Сегодня небо много плачет и сильно гневается. По всей причине мои эфиры многим не по душе, но молчать не могу по той же причине. Небо не молчит. Бог здесь, и он не молчит. В общем, Махненко Вью возвращается в привычный режим. Я постараюсь хотя бы раз в неделю выходить в эфир со своими рефлексиями к текущим событиям. Присоедините ремни безопасности, взлетаем. Спасибо всем моим друзьям, как всегда, тем, кто, смотря мои эфиры, замечает ссылочки на наши банковские карточки, на наши расчетные счета и поддерживает работу капелланского батальона «Мариуполь». 11 месяцев без малого бойни, которая происходит в моей стране, геноцида, который развязала Россия русского ада, уже в наглую, откровенно массово ворвавшегося в мою страну и принесшего боль, страдания миллионам людей, убившего уже сотни тысяч людей и продолжающего это делать в ежедневном режиме. И эти 10-11 месяцев наш батальон ежедневно трудится на линии фронта. Мы, наши капелланские команды, работа и служением которых я абсолютно горжусь каждый день в зоне обстрелов, в самых сумасшедших местах этой войны, служа Богу и людям во имя Его. Спасибо тем, кто замечает наши просьбы и поддерживает по мере своих сил. Все ссылочки есть в описании. Спасибо всем друзьям, кто с Украины. Мой п... Эй, Стас, тут у меня авария, кто-нибудь, помогите. Упала тут моя... Стас! Эй, кто-нибудь! Авария у меня тут упала, штуковина, если можно, восстановите. Приветствую друзей, вижу Андрей Дудин появился. Шаломы принимаю, Петровский Олег, приветствую. К сожалению, ваши комментарии смогу прочитать только после эфира. Ну, в общем-то, поехали. Мой последний сюжет в эфире два месяца назад назывался епископу-мерзавцу Андрею Дериенко. Он был посвящен совершенно мерзкопакостному, просто сатанинскому по своему духу визиту путинского халуя, епископа Российского Союза Христиан, прости Господи, верой евангельской, из Ярославля в Мариуполь. Визита с его обильной хвалой кремлевским убийцам и приватизацией имущества моих социальных проектов в Мариуполе, даже включая паркорову Машку из нашего хосписа для стариков, которой хвастался российский епископ как своей. Если вы пропустили этот жесткий материал, то ссылку я помещу в описании, после эфира выложу ее в описании, вы сможете это посмотреть. Но с учетом последующих за тем эфиром событий, я должен констатировать, что я слишком мягко выразился, назвав российских епископов, подпевающих российскому геноциду, преступлением против человечества в моей стране. Я назвал их достаточно благородным, я бы сказал сегодня даже высокопарным словом мерзавцы. Я как-то лежал в больнице в Москве, во время своей армейской службы переел сало с вареньем, нам прислали посылку, половину содержимого которых составляло сало, ровно половину, а и вторую половину, 50% тютелька в тютельку, составляло варенье. И из голодухи солдатской мы перебрали и первого, и второго, я оказался с приступом аппендицита в больнице Склифосовского, и там со мной рядом лежал в одной палате, был член Союза писателей, очень интеллигентный, очень воспитанный человек. Каждое утро ему приносили огромную пачку газет, разбирая которых он, в отличие от многих людей в моей палате, не мог материться. И самое жесткое слово, которое он мог произносить, когда он прямо задыхался от гнева, он произносил «подлецы», «подлецы». Поэтому всех остальных в этой палате это веселило, поскольку это было явно, он себя сдерживал и ограничивал. Так вот, я очень себя сильно сдерживал, когда назвал епископа Дериенко из Ярославля, подпевающего путинским преступлением, назвал просто мерзавцем. Российские епископа, которые сегодня оправдывают преступления Путина, или трусливо молчат, или еще похлеще того подпевают, это, конечно, не просто мерзавцы, а самые настоящие имперские чекистские суки. Давайте я сразу остановлюсь и озвучу для особенно нежных религиозных ушей, десятилетиями поглаживаемых, почухиваемых пасторами на постсоветском пространстве, я сразу констатирую свое библейское право на такую метафору, как епископа суки. В одном из своих посланий апостол Петр, а именно во втором послании, 2 глава, 22 стих, применяет к религиозным лидерам, заметим, которые расклевают народ Божий своей полной оморальщиной, ложью. Апостол, святой апостол Петр, называет таковых псами, возвращающимися на свою блевотину. И, ну, дополнительная метафора, там еще свиньи, которые, вымытые свиньи, опять возвращаются, валятся в грязи. Друзья, это Библия, Новый Завет, жестко, но никаких задач ласкать слух своей пастве и религиозным мерзавцам апостол Петр перед собой не ставил. Псы, возвращающиеся на свою блевотину, это его апостольская метафора, Новый Завет, Библия. Проверьте, 2 Петра, 2 глава, 22 стишок. Так вот, мне кажется, если апостол Павел имел на это право, то я точно могу назвать нынешних путинских халуев, с учетом их прокремлевских вот этих виляний хвостиками и потирания ножку московских хозяевов, ножичку вот этого московского чекиста в третьем поколении, я точно могу назвать их суками, позорящим тело Христова, позорящим для великого титула ее величества Церкви Христовой. Так вот, после моей последней программы, одна из таких религиозных шавок, шалавок, кстати, шалавок тоже не придирайтесь, это библейский образ религиозных блудниц, часто используемый в Писании, вот один из таких епископов проявил недюжиную, необыкакую прыть и разыскал Сергея Демидовича, моего старого друга, вечного оппонента, разыскал его аж в Европе, чтобы пожаловаться ему на меня, на жизнь, ну и как-то попытаться повлиять на смягчение и моей риторики, и его риторики по отношению к вот этой путинской религиозной челяди этих прислужников у престола чекистского, сатанинского престола, кремлевского. Русский епископ нашел Сергея Демидовича, моего друга и вечного оппонента, нашел его за поребриком, нашел его за границей, кстати, что вы там вообще делаете, вот на этом гнидющем западе, в странах НАТО, с которыми вы воюете, как вам кажется, и на войну с которыми благословляете своих прихожан, то есть вы с одной стороны благословляете своих прихожан воевать идти с НАТО, а с другой едете в страны НАТО, и там пытаетесь находить нас, украинских христиан, и как-то с нами заигрывать. Я считаю крайне серьезной недоработку западных чиновников, которые позволяют путинским чертям вообще вылазить за пределы Мордора и шляться по Европам. Так вот, русский епископ нашел Демидовича Сергея на западе и пытался его всячески охмурить. Что из этого получилось, я бы советовал вам поинтересоваться. Для чего нужно будет в описании к этому эфиру, я сразу выложу его после завершения, пройти нужно будет по ссылочке на декабрьскую программу Демидовича на его ютьюбе с загадочным названием «Гости из Северного леса», где Сергей рассказывает со свойственными ему мягкими аллегориями о том, как его нашли российские епископа, о чем они там с ним гутарили, и как они привозили ему из путинского леса орешки предлагали, ну, условно, орешки. Я, конечно, горжусь своим другом, и в частности тем фактом, что при всей его любви к орешкам он от таковых, завернутых в путинские шкарлупочки, отказался и гостям из Северного леса много всего наговорил, послав их, как я понял, вслед за русским кораблем в сторону легендарной, тем же Демидовичем, кстати, предложенной в виде народной украинской альтернативы, вот, Демидович предложил отправлять российский корабль в сторону анафемы. Демидович таки послал этих белочек в этом направлении. Ну, вот что важно. Заметьте, путинские халуи, епископа, как и их православные коллеги-чекисты во времена еще давненько начавшего задыхаться развитого социализма, вот сегодня они носятся по миру, чтобы, как писали в своих отчетах московские попы-чекисты, оказывать правильное воздействие, правильное, необходимое влияние на тех или иных лидеров мнений в западном сообществе. Вот ровно этим они занимаются сегодня по поручению партии правительства, судя по всему. Вот вам еще одна история, демонстрирующая этот тренд. В легендарной церкви Саддлбек на Калифорнийском побережье Соединенных Штатов Америки, где до недавних пор старшим пастором был мой старый знакомый, старшим пастором Рик Уоррен, там произошла смена руководства. Рик Уоррен ушел с позиции старшего служителя, и к новому пастору, это огромная и крайне влиятельность в США церкви, на одну из первых же его конференций им организованных, тут же рванула российская делегация протестантов Московского Патриархата. В Алгаве таковой в проклятые ими неоднократно Соединенные Штаты приперся господин Дмитрий Шатров. Питерский, как и Путин, судя по всему, тоже чекист, как и Гундяев, только вот у Гундяева погоны чекистские подрясы, а у Шатрова, судя по всему, под пасторским костюмчиком его. Я пару раз высказывался о данном господине Шатрове в своих эфирах, просто напомню, что это заместитель главного кремлевского рейхсии епископа Сергея Ряховского, российского рейхсии епископа кремлевского, который неоднократно соловьиным своим пением из-за разного рода кафедр воспевал путинский режим. Его неслыханную, на зависть растлеваемому, растленному и загнивающему западу он воспевал великую российскую свободу, он воспевал оккупацию Крыма. Да и вообще, господин Шатров восхищался всегда самой альтруистичной, самой замечательной в мире российской империи, которая, по его версии истории, в отличие от остальных империй, всегда приносила, куда бы она ни пожаловала, всегда приносила на своих танках доброе, разумное и вечное. Знаете, как украинский капеллан, 90% своего времени за прошедший год служащий на фронте, всю красоту, все величие, естественно, в кавычках, этой имперской российской машины, всю ее созидательную мощь и великолепие, проповедуемое господином Шатровым и сворой этих религиозных сук, я вижу в ежедневном режиме. Разруха, кровь, смерти детей и стариков, насилие, горе, слезы, боль. Это и есть полный перечень плодов русского мира. Но епископат российский, видимо, по поручению партии правительства, носится по миру, с этим надо, конечно, однозначно завязывать, и мы, кстати, начинаем работу в этом направлении, этим ребятам, религиозным иудам Геббельсам, место на будущей скамье подсудимой, рядом, я бы даже сказал, в первых рядах с Соловьевыми, Скобеевыми, Киселевыми, Шариями, потому что они, пастора иудушки, предавшие Христа и свой народ в угоду своей трусости, в угоду лжи и кремлевской пропаганде, именно они главные виновники кровопролития захлестнувшего сегодня не только Украину, но и Россию. На их счетах вот этих трубодуров, и кремлевских, вот этих кремлевских трубодуров, на их счетах смерти не только наших украинских сыновей, но и тех российских пацанов слоями, которыми, телами, слоями, сегодня покрывается земля в Украине, трупами, телами которых. Они, российские, путинские епископа, главные певцы-гнильцы. В конце империи всех времен, их очумевшим от лжи адептам, остается только петь о их мнимом величии. Потому как в реалии давно, его величия, величия-то давно нет. Нет величия и денег нет, но легендарное денег нет, но вы держитесь, кому-то все-таки нужно произносить. Вот тут и мобилизуются имперские певцы, в том числе религиозного жанра. Грустное и позорное зрелище, эти поэты, времен развала империи, эти гимнопевцы, гимнопевцы, да, хотя тут, наверное, честнее звучит, если произносить гимнопевцы через букву А. В такие грустные, как нынче для организирующей, сдуревшей старухе империи времена, под творческое ружье мобилизуются певцы-гнильцы, барды, рободуры, декаденса путинского. Так в истории было не раз, и ровно сто лет назад они пели те же песни во славу царя и отечества, горланили, и не чувствовали, что на подходе уже новые мелодии, и что новые солисты в Кожанках и с Маузерами уже разминаются. Тогдашние, столетней давности, господа Шатровы, Дериенки, Ряховские, Мацолы, Грабовенки, Шевченками и так далее, пели хвалу тогда еще царской империи, не понимая, что звучит она, как упокой Господи. Они думали тогда, как и ФСБшники сейчас, что воспевали систему, но получилось, что они ее отпевали. Певцы-гнильцы, религиозные деятели, поддерживающие путинский режим, действительно убеждены, что поливают и удобряют идеологические корни своей страны, но народ и все большая часть элит уже понимают, что польза этого соловьиного помета, религиозного варианта, соловьиного помета для мозгов и духовных желудков население очень сильно преувеличено. Их проповеди, рейхс-епископов, трусливо помалкивающих, а зачастую оправдывающих путинское безумие, это кремлевская, такая гомеровская илиада, это, знаете, победный пафос по дороге на погост. Выглядит все это, все их попытки оправдать геноцид моего народа и одновременно самоубийство их народа русского, выглядит это, как награды на красной подушечке перед трупом по дороге на кладбище. Меня с детства эта картина впечатляла, под моими окнами в Мариуполе частенько проходили похоронные процессии и перед трупом несли на подушечках какие-то медальончики. Вот, все это напоминает мне сегодня эту картину. Их проповеди в последний год, где они пытаются каким-либо образом оправдать путинскую интервенцию, это великолепный реквием скотскому демоническому режиму. Рассказывайте российские пастора, отстранившиеся от своей святой обязанности называть зло злом, рассказывайте свои пастве сказки, пойте ей свои колыбельные песенки по воскресеньям, но помните путинские религиозные суки, что нечеловеческая рука уже вывела на стенах ваших молитвенных домов мене, мене, текел, упорсин. За переводом, конечно, желательно в Библию, но для тех, кому абсолютно некогда, напомню, это из книги пророка Даниила на стене перед очами зажравшегося диктатора, негодяя, перст Божий вывел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Путинцы, ваша империя взвешена небом. Вердикт вынесен и непременно будет приведен в исполнение. Уже приводится. Кремлевский карфаген будет разрушен. Как-то несколько лет назад российский режиссер Юрий Быков, снявший прокремлевский сериал «Спящие», восхвалявший путинскую, чекистскую ФСБшную империю, этот режиссер пришел в себя и заявил в раскаянии своем за этот сериал, заявил следующее. Он сказал тогда, «Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в своем сериале», так заявил тогда в личном покаянии режиссер Быков. Знаете, с этими словами я согласен на все сто, но разве что счет теперь не на сотни и даже не на тысячи и даже не на десятки тысяч. Я вообще предъявил бы этому российскому режиму по большому, по гамбургскому счету. Все бы надо предъявить сегодняшней путинской системе чекистов третьем поколении. Напомню, дед которого был чекистом, прислужившим Сталину, Ленину, потом Сталину. Вот за все сто лет надо предъявить им счета. Это не сотни честных людей, это десятки миллионов жертв. Все больше россиян будут просыпаться и, следуя доброму примеру режиссера сериала «Спящие», очнувшись, они будут ужасаться тому, что натворили и, конечно, дадут оценку вот этим псевдодуховным деятелям, которые сегодня замалчивают все это и подпевают режим. Знаете, я все больше получаю писем от российских прозревающих христиан, от пасторов и пископов. Такие себе буревестники. Помните, как у классика, вот над седой Кремля равниной ветер тучи собирает. Вот это понимание того, что происходит в России, все больше у христиан и духовных лидеров России. Короче, агония близка, мы на пороге весьма интересных событий, так что закончу эту часть своего блога рекомендации из того же буревестника Буревестника Горького. Рекомендации к религиозным лидерам, к псам, возвращающимся на свою блевотину имперскую, к российским епископам сукам. Вот вам, ребята, мой пророческий совет, следуйте за пингвином. Я имею ввиду того же красавца из горьковского буревестника, того, который глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Ныкайтесь, бесстыжие, лживые, религиозные путинские мерзавцы, певцы-гнельцы. Мене, мене, текел у парсин. Привет Дериенко Шатровым и всяческим Мацоллам. На днях последний радовался открытию еще одного здания, где-то там в Москве, у них новое здание, которое они открыли, и он радовался по этому поводу, трусливо молчащий псевдо епископ в сатанинской империи, убивающий каждый день людей. Присмотритесь, господин Мацола, внимательно к стене, которая справа от входа в наше новое здание. Там уже пишет рука господня за ваше трусливое молчание и подпевание путинскому режиму. Мене, мене, текел упарсин. Кстати, где ваши молодежные лидеры, которые подпевали Путину, где они, эти аполитичные ребятки? Только что мне подсказали, что куда-то они растворяются из вашей России, а я ведь говорил вам в 2014 году, что эмиграция из России, если вы будете молчать, примет черты эвакуации. Где там ваш молодежный лидер, где там ваш лидер прославление, все эти ребятки призывного возраста, они уже поют свои аполитичные псалмы в других странах, насколько я информирован. Мене, мене, текел упарсин. 90% своего времени за эти 11 месяцев я провел и провожу на линии фронта, но тем не менее иногда обстоятельства заставляют меня удалиться с фронта, и вот одно из таких приятных для меня не скрою обязательств, это заставит меня в ближайшие дни появиться в Сакрамент. Я хотел бы презентировать этот факт 29 января в воскресенье я коротко буду доступен в Сакрамент в церкви Сол пастор Вадим Дашкевич я буду в воскресенье ну получается через полторы недельки. и надеюсь что я также буду в это же воскресенье вечером в церкви доброго саморитянина у пастора Андрея Дончука. Также я планирую такой один вечер доступный для вечера общения где вы можете прийти и задать вопросы я позже все это будет в моих соцсетях но приятный для меня момент хотя я пытался не уезжать с фронта а отправить моего администратора с доверенностями но увы юридически только я мог вывести с фронта еще одного своего приемного сына который свои будучи несовершеннолетним последние 8 месяцев провел со мной на фронте практически каждый день в зоне обстрелов в зоне рисков служа людям привозя еду продукты последние недели тысячи рождественских подарков под артиллерийскими минометными ракетными ударами много раз смерть что называлось дышала в нашу сторону огромная С-300 упавшая в 20-25 метрах от нас если бы взорвалась не дала нам никакого шанса на выживание и четверо моих сыновей были со мной еще 8 моих друзей в том числе сенатор США я очень благодарен Богу что Господь помиловал нас и она не взорвалась эта ракета Бог сохранил наши жизни так вот одного из своих сыновей несовершеннолетнего я очень благодарен моим друзьям которые открыли свой дом руководствую одной из школ в Соединенных Штатах Америки которые все устроили чтобы он мог сесть за школьную парту его война заканчивается он она продолжится за школьной партой и это заставило меня вот с фронта на короткое время выехать поэтому анонсирую 29 января буду в Сакраменто в церкви Сол пастор Вадим Дашкевич там по-моему три служения будет с утра я планирую там быть и рад буду видеть друзей врагов прошу не беспокоиться с вами у нас отдельный разговор ну и так же какой-то вечер общения надеюсь мы организуем опять-таки в случае если на фронте не будет каких-то экстренных событий я не вынужден буду немедленно вернуться в расположение нашего капелланского батальона Мариуполь но моя команда каждый день на фронте каждый день в зонах супер рисков еще раз спасибо всем кто замечает наши ссылочки просьбы о поддержке кто с нами в эти непростые дни прошу поддержать молитвой буквально завтра похоронное служение в Запорожье хронят христианина служителя церкви боевого офицера нашего брата во Христе который у него осталась четырех месячная четырехлетняя дочка супруга вдова завтра похорон информация из моих соцсетях мы пересекались с ним на фронте не один раз подъезжали общались молились к сожалению его земной путь закончен он героически отдал свою жизнь в битве моего народа за свободу с расшизмом и виновники и его крови и крови детей погибающих в ежедневном практический режиме в моей стране и в крови русских пацанов которыми сегодня заваливают телами которые завалены все морги уже вдоль линии фронта виновники этого рейхс епископа российские наиболее глубокие наиболее основательные виновники для того чтобы закруглить тему российских епископов псов женского рода возвращающихся на свою имперскую уже откровенно кровавую блевотину нужно добавить два факта первый ряды путинских епископов раскалываются две льдинки уже не просто разделены трещиной но и расплываются в разные стороны вместе со своими пингвинами на одной из них очень весело там откровенные мерзавцы совершенно обнажают срамоту ноготы своей я бы сказал исполняют такой духовный стриптиз они скидывают оставшиеся еще на причинных местах фиговые листочки с надписью мы вне политики которыми они прикрывались эти 8 лет и начинают откровенно петь хвалу Путину вот такой клоун из прости господи московской церкви славы божьей господи какое бесстыдство являет собой просто чудовищный сатанизм оправдывать геноцид и называться церковью славы божьей вы не христи вы просто вы просто безумцы это техчайший грех но об этом уже не сегодня техчайший грех который вам не простится это на следующем мой эфир так вот господин Илья Федоров псевдопастор московской церкви славы божьей в кавычках на днях он заявил на каком-то своем шабаше именуемом христианская конференция что Путин единственный кто встал против зла педерастии и демонизма а мир гонит на Россию не зная истины если позволите я этого этического инвалида апологета одержимого демонами чекиста тирана не буду долго комментировать просто фиксируем это явление и демонстративный такой публичный прогиб перед Кремлем фиксируем это как полное теологическое этическое уродство эти глупые пингвины уже точно никуда не прячут тела жирные в утесы они наоборот демонстративно обгаживаются на глазах всей своей паствы и на просторах соцсетей с ними будет проще но на второй день все больше тех кто еще недавно пел хвалу путинизму но сообразил что пора валить дистанцироваться как-то изолироваться и здесь тоже очень интересные персонажи требующие нашей рефлексии среди них например мой старый знакомый Павел Рындич епископ из Нижнего Новгорода у которого почему-то на страничке в фейсбуке написано что он живет в Нижнем Новгороде но по факту он все больше располагается где-то там во вражеских западных растленных флоридских краях и оттуда из столь ненавидимого расшистами загнивающего западного далека занимается миротворчеством пропагандирует как ни странно уже не идея русского мира а такой знаете себе интернационализм мир дружбу жвачку вот я не поленюсь я открыл инстаграм Павла Рындича я давненько туда не заглядывал но вот просто вот 20 20 с 24 февраля вот я смотрю на картиночки если вы найдете его инстаграм мы будем убедиться что на нем с 24 февраля год чудовищной бойни больше 100 тысяч человек убитой российской армией только в моем городе женщин и детей Буча Эрпень и это список длинный бесконечный до последних событий в Днепре когда жилые дома складываются все это и вот год льется кровь потоками смотрим инстаграм духовного епископа миротворцы интернационалиста что вы думаете какие-то соболезнования украинскому народу какая-то поддержка осуждения путинской интервенции нет друзья экзотические фрукты я вам просто описываю экзотические фрукты возле которых он позирует прекрасный судя по всему океанский флоридский закат не могу понять закат это или рассвет ну хрен редьки не не слаще опять закат естественно много много портретов Стас да естественно много всяческих портретов ну что еще а вот он с любимой в объятиях ничего против не имею благослови господь но явно пейзаж какой-то флоридский ну да пальмы флорида конечно конечно флорида паша почему же не нижний ног город паша почему же флорида дальше естественно у них Христос очень духовно все выглядит собачка лапку подает травка на заднем фоне кепочка фирменная лесок опять лесок чаек танцы с любимой тоже я вроде как и не против конечно же какие-то проповеди в церквях песнопения появление внучки я так понимаю паша от всего сердца от всего сердца дай бог чтобы когда-нибудь твоей внучке стало стыдно за своего деда поведение во время войны я вот был знаком с крестницей Гитлера до до конца своей жизни она каялась перед всеми народами за то что ее отец был соучастником преступлений ее крестил Гитлер она говорит я хорошо помню как дядя Адик садил меня на коленку приходил в гости к нам Гитлер дружил с ее отцом нацистским генералом до конца своих дней она каялась перед народами за то что творил ее отец я очень надеюсь Паша что твоя внучка когда-нибудь будет стыдиться что она будет этически духовно здоровым человеком и будет стыдиться твоего трусливого позорного молчания твоего соучастия молчаливого в преступлениях путинского режима а именно такой статус вы все носите когда-то когда ты Павел все-таки согласился на то чтобы выйти со мной в прямой эфир ты просто заставил меня уважать тебя когда ты сказал в конце нашей долгой непростой беседы что в общем-то в 14-м вы все струсили и промолчали и конечно я рассчитывал Павел на то что в 22-м с 24-го февраля ты не промолчишь что ты покаявшись назовешь вещи своими именами осудишь путинскую интервенцию геноцид страшное чудовищное преступление но увы я переоценил твои духовные возможности ты оказался одним из тех же религиозных сук путинского режима который трусливо поджав хвост смотавшись во Флориду просто помалкивает о том что происходит ну а где возможно еще и поливает меня грязью и других братьев которые называют вещи своими именами что еще в инстаграме у Паши за этот год нет ни разбомбленные города ни буча ни рпень у него палаточный городок в лесу я так люблю походы Паша просто вот ну молодец здорово как будто нет никакой войны какие-то пения опять внучок или внучечка еще раз мои поздравления очень богобоязненные картинки с поднятыми руками в молитвах Господу ваши молитвы Паша мерзость пред Господа мерзость пред Господом все церкви молчащие в это время вы капище сатанинские капище что еще у Паши цветочки очень красивые лодочный поход Паш я же водный турист я же покорял реки четвертой категории сложности я за неделю на Аляске когда-то пять рек покорил Тинана Ривер Нинана Ривер Клио Ватер Делта Ривер в сумасшедших порогах Паша как бы я хотел ни о войне с тобой разговаривать ни о геноциде ни о 120 тысячах русских пацанов в том числе мобилизованных из твоей церкви трупы которых валяются сегодня на моей земле ты виновник этого всего ты и все вы молчащие религиозные епископа суки псы возвращающиеся на свою блевотину воздушные шарики какой-то там юбилей мацола путинский халуй здесь же опять байдарочки опять воздушные шарики конференция семье памяти Михаила Горбачева королеве ушедшей что еще Швейцария у тебя там да в песенки опять песенки опять портретики опять пейзажи европейские пейзажи исламские восточные ну Рождество прекрасное ну в общем как-то так за год я не нашел у тебя в инстаграме ничего нет никакой войны в Украине нет никакого преступления вашего народа вы мерзавцы Павел бесстыжие трусливые позорные вы представители церкви блудницы не только вот тот ваш халуй который кричит что Путин у вас против все зло мира против вашего Путина восстало но и вы все конечно же ладно слишком много чести что называть да среди вот этих ребяток которые как-то исчезают есть и другие экземпляры вот я на днях опять мне попался в связи с трагедией в Днепре мне попался пост Евгения Пересветова пастора теперь уже не из Санкт-Петербурга теперь уже из Сиатла несколько лет назад в своей церкви он кланялся Жириновскому они встречали Жириновского как спасителя мира ссылочку можете найти второе пришествие Жириновская на мой блог а потом вот как-то они принимали Жириновского того кто призвал ядерными ракетами закидать Украину одного из главных идеологов геноцида в моей стране они рыдали от счастья в церкви когда великий пророк Жириновский именно так его представляли в твоей церкви Женя великий пророк Жириновский пророчество которого как всегда сбываются Владимир Вольфович Жириновский дикие крики восторга рыдающая от счастья церковь покаяние Женя сегодня ты соболезнуешь моему народу сегодня ты уже вроде как проукраинский я в общем-то и не против и очень даже за только я требую публичного демонстративного покаяния не того что вы выдали за покаяние в день России молитва русского русских церквей о покаянии их народа там там ничего не озвучено там не сказано о покаянии в подлой братоубийственной войне в оккупации чужих земель в геноциде развязанном в Украине ничего подобного не такое абстрактное о покаянии вообще за все и сегодня Пересветов уже мученик путинского режима гонимый ФСБ потому что его там с каких-то экзотических островов возвращавшегося не пустили в Россию и он вынужден теперь жить в Сиатле великий мученик за веру сегодня он патриот Украины вот эти прыжки сперед под выпад выпадом который вы реализуете минуя покаяние ребятки вы на заметочке вот вчера кланялся Жириновскому пел ему осану сегодня перед под выпад выпад в воздухе и ты уже патриот Украины обращаясь к этой части публики я хочу подчеркнуть что вам ребята надо научиться каяться без этого номер не прокатит таких ребяток много перекрашусь включая сакраменского Сашу Шевченко который от тезиса 14 года не могу осудить интервенцию Путина он защищается от НАТО а просто уже оказался на противоположном пулюсе с заявлением я всегда осуждал путинскую интервенцию внимательно следите за процессами потому что рассвет скоро друзья взойдет солнце правды чертова империя сдохнет петухи уже поют на рассвете так что мой совет следите за руками петухами и епископами процесс отречения путинофилов и перекраски в борцов с путинским режимом идет за ним надо внимательно наблюдать чтобы не прошло то что однажды один пророк в церкви насмешив меня назвал кто-то в одной из церквей встал и сказал так говорит Господь и дальше очень неожиданно туфта в народе подделка такая туфта в народе меня очень просят рассказать о моей встрече с папой римским но сегодня я уже точно не успею в следующие много разных событий было за эти два месяца моего молчания еще раз огромное спасибо я возвращаюсь еженедельные эфиры Махненко вью предупреждаю религиозной публике это не подходит слишком изнеженным ушком если вы думаете что церковь это место где вам сделают хорошо то вы перепутали церковь с каким-нибудь ну например публичным домом церковь это место где говорят правду нелицеприятную иногда гневную еще раз гнев божий это продолжение его любви она гнев вырастает из божьей божественной любви я люблю своих врагов я люблю своих оппонентов я молюсь за Россию я молюсь за русский народ сыны которого сегодня убивают моих детей и над которыми издевается сатанинская империя и уничтожает их души во первых а потом и тела в бешеных количествах каждый день но я обязан говорить то что я слышу виновник этой трагедии во первых духовные лидеры страны вот эти самые религиозные епископа псы возвращающиеся на свою блевотину спасибо всем кто распространяет мои эфиры делает лайки перепосты комментарии все это помогает этот эфир будет сегодня уже на ютюбе сейчас я в прямом эфире записал его на фейсбук надеюсь у меня получилось несмотря на все на все негаразды Станислав Батькович иди-ка у нас вырубился сперва один свет потом второй свет все как всегда не заряжено и виноват как всегда надо завершить